В Краснодарском крае вступил в силу закон о дополнительных мерах защиты прав обманутых дольщиков. Новый закон должен помочь зачистить строительный рынок от мошенников и поддержать тех, кто стал их жертвой – обманутых дольщиков. Принятым и подписанным губернатором, обозначенным законом, предусмотрено, что инвестор может удовлетворять требования граждан как покупкой квартир в этом муниципальном образовании, либо по согласованию в иных. Краевой закон поддержит и те компании, которые будут доделывать работу за недобросовестными застройщиками. Новые инвесторы в качестве компенсации смогут без торгов получить участок земли. Его стоимость не должна превышать расходов на достройку многоквартирного дома. Большие изменения грядут и в федеральном законе. Дорожная карта рассчитана до 2020 года и будет реализована в три этапа. Так, средства дольщиков теперь будут аккумулироваться в банках и на так называемых эскроу-счетах. Эскроу-счет – это тот способ взаимодействия участников сделок, по которому сразу напрямую денежные средства не переходят от дольщика застройщику. Деньги будут переходить от дольщика с этого счета застройщика только после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. Ряд изменений вступит в силу уже с 1 июля. Закон вводит дополнительные требования к застройщику. Так, не завершив строительство одной многоэтажки и не получив разрешения на ее ввод, застройщик не сможет получить разрешение на возведение других объектов. Кроме того, привлекать средства дольщиков смогут только те строители, которые имеют опыт в жилищном строительстве не менее трех лет. Для того, чтобы привлечь эти денежные средства на начало привлечения граждан, застройщик должен иметь на счету подтвержденных, на счету, подчеркиваю, а не иных финансовых инструментов, денежные средства в размере не менее 10% от задекларированной сметной стоимости этого объекта. Денежные средства застройщик не может никуда отвлекать только на стройку. Он не может ни выкупать, ни участвовать этими средствами в никаких иных коммерческих мероприятиях, только стройка. Изменения в краевом и федеральном законах позволят не только помочь быстрее вводить в эксплуатацию долгострои, но и допускать появления новых. Сегодня в краевом реестре в Сочи числится 28 проблемных объектов. Это и многоквартирные жилые дома, и коммерческая недвижимость. Не менее 10 будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Так, например, известный комплекс «Раз-два-три» на Пластунской уже получил положительное заключение по скорректированной документации. Уже приобретен участок под парковку. Также уже найдены инвесторы по долгостроям компаний «Фристайл» и «Зодчий». Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Посвященника «Фристайл» и «Фристайл» и «Фристайл» и «Фристайл» и «Фристайл» и «Ф potential procе所以 sof» из «Фух».